Всем привет! Это программа Дополнительное время и я ее ведущий Кирилл Васенин. На предпраздничной короткой неделе успело произойти немало спортивных состязаний. Давайте вместе вспоминать лучшие моменты, имена спортсменов и победный счет. Поехали! В конце прошлой недели завершились игры муниципального этапа чемпионата по футболу 5+, для воспитанников дошкольных учреждений Сарова. 16 команд участников из различных детских садов города были разделены на 4 группы по 4 команды. Две сильнейших команды из каждой группы проходили в финальную часть, где победитель определялся в играх на вылет. Как прошел финал и кто одержал победу в нашем следующем сюжете? Заключительные матчи детского чемпионата по футболу оказались не по детски напряженными и эмоциональными. И хотя ребята делают только первые шаги в спорте, главное в футболе они уже усвоили. Юный форвард команды 42-го сада Дима Новиков хорошо знает обязанность нападающего. Надо пинать мяч ногами, сбивать галлы. Родители-педагоги, которые пришли поддержать своих детей, активно болели за юных спортсменов, подбадривая и направляя их. Сборная 42-го детского сада успешно провела полуфинальный матч и обыграла соперников в сухую. А финальная игра с шестым детским садом показала, что на площадке встретились практически равные по силе команды. И в этот раз удачу улыбнулась команде «Вишенка». Тяжело было. Но мне кажется, здесь больше удачи, конечно. Там немножко там пас, тут пас. Могли и мы выиграть, но не повезло нам этот раз. 42-й детский сад занял второе место. Бронзовые медали получили футболисты детского сада номер два. По результатам проведенных игр ценными подарками и памятными призами наградили лучших нападающих вратарей и защитников. Надеюсь, с многими из вас мы встретимся не только в следующем году в таком же турнире, но и, я думаю, во взрослом футболе. А победитель городского этапа команда детского сада номер шесть будет представлять наш город на чемпионате в Снежинске. 4 марта в Пензе закончилось первенство России по лёгкой атлетике среди юношей и девушек 2003-2004 и 2005-2006 годов рождения. Воспитанники тренеров-преподавателей в отделении лёгкой атлетики дзюшикар Марина Мачкаева и Алексея Колганова показали достойные результаты. Евгения Иришева и Валерия Борисова стали серебряными призёрами в эстафете 4 по 200 метров. Павел Резяпов завоевал бронзу на дистанции 600 метров и занял четвёртое место на дистанции 1000 метров. Евгения Иришева стала пятой на дистанции 200 метров. 3 марта Федерация Силы Сарова провела очередные соревнования. На этот раз это был русский жим, состязание, в котором участник должен из положения лёжа поднимать штангу с весом. Мужчины соревновались в четырёх категориях, самая зрелищная была, конечно, и самая тяжёлая. Вес штанги там равнялся 100 килограммам. Женщины состязались только в одной категории, их вес составлял 35 килограммов. О том, как это было, смотрите прямо сейчас. Самая миниатюрная участница и самое большое количество повторений Елена Забельна доказала, что невозможное возможно, и подняла штангу весом 35 килограммов 39 раз. И это при условии, что к силовому спорту девушка вернулась около трёх месяцев назад. Да и в подобных соревнованиях был большой перерыв. Года четыре назад последний раз принимал участие, давно-давно. Ну, поскольку в этом клубе занимаюсь, раз уж он здесь проводится, решил принять. В отличие от классического пауэрлифтинга, где работа ведётся на взятие максимального веса, в русском жиме надо сделать максимальное число повторений. И, по словам Елены, здесь главное проявить свою выносливость. Тренируюсь я на массу, да, то есть на один, два, три, четыре, пять раз, да, на большой вес. А вот на таких весах уже нужна выносливость. Несмотря на, казалось бы, абсолютную брутальность русского жима как вида спорта, с каждым годом к нему приобщается всё больше девушек. И большинство из них начинали им заниматься, чтобы создать красивую фигуру. Изначально я была девушкой полненькой, вот, и как-то хотелось фигуру скорректировать, а дальше уже просто азарт какой-то такой, увидел, как спортсмены занимаются, вот, и захотелось самой тоже поучаствовать в соревнованиях. Девушки состязались лишь в одной категории. Вес штанги составил 35 килограммов. Мужчины были поделены на весовые категории и поднимали штанги весом 55, 65, 75 и 100 килограммов. После того, как наша лыжница Анастасия Седова стала бронзовым призёром Олимпийских игр в Корее, ей уже успел сделать предложение её молодой человек, а ещё она получила государственную награду из рук Владимира Путина. Но основой её спортивной карьеры заложили её родители Николай и Елена Седова. Мы с ними встретились и задали им несколько вопросов про их дочь. Ну, у Насти всё это происходило намного легче, чем у Пети. Я думаю, что по сравнению с Петей у неё таланта Бог дал чуть больше. Но зато трудолюбие у неё на порядок меньше, чем у Пети. Ну, это, в принципе, всегда так бывает. Если человек более талантлив, то ему даётся всё это легко. И вот уже трудолюбие, оно приходит потом, когда выходишь на самый верх и оказываешься среди таких талантливых, как и ты. И там вот как раз наступает этот период, когда нужно именно трудиться. Ну, в этом виде спорта, в принципе, ей труднее всего. Спринт? Нет, труднее всего, наверное, даётся... Нет, здесь не спринт. Труднее всего ей, наверное, даётся расставание с домом. То есть большие отъезды. Она у нас вообще-то девушка домашняя. Да, вот это, кстати, на самом деле, да. И вот эти вот, наверное, частые разъезды её, ну, угнетают. А так, по большому счёту, в принципе, она все тренировочные нагрузки она переносит на разные. Что в то время, когда она тренировалась со мной, что сейчас на данный момент с Маркусом тренируется, то к ней никаких вопросов по тренировкам нет. Ну, вообще, они очень разные. С самого детства очень разные. То есть Настя всегда такая была, как бы сказать, ну, вот как Николай Евгеньевич сказал, домашняя. Она всё время, как бы, вот, тяготила к дому. А Петя, он всегда такой был живой, он всё время живчик такой, он всегда... Даже из детского сада мы всё время с ним ходили. Это всё время, пока мы не пройдём все игровые площадки, он домой не возвращается. А Настя, она более спокойная, более такая рассудительная. Ну, с другой стороны, мне кажется, в тренировках, что у Пети есть вот такие, как говорится, спортивная злость, что у Насти вот это вот у них, как бы, мне кажется, всё-таки одинаковое есть. И стремление всё-таки к победе. Что у одного вот такое, что у Пети он жадный, мне кажется, до побед, что Настя очень жадная до побед. Поэтому вот в этом, наверное, они всё-таки схожи. А так вот они, конечно, разные. Ну, вот более думающий на тренировку всё-таки Пётр. Ну, может быть, он и постарше. Ну, наверное. Но Настя всегда с ним советуется. Всегда. Она всегда, прежде чем что-то сделать, она всегда звонит старшему брату. И даже когда встал вопрос, да, о том, что тренироваться с Маркусом Крамером, вот когда их пригласили в сборную, и Петю пригласили, и Настю пригласили, Петя ещё думал, но потом, когда узнал, что Настя тоже идёт в эту сборную, тогда он сказал, ну да, я, наверное, пойду в эту сборную, но только потому, что мне надо там за Настей присмотреть, наверное. Но вот два года они уже там тренируются, как бы. Мы переживаем как тренеры, прежде всего, и ещё переживаем как родители. То есть вот это вот переживание, они настолько перехлёстывают, поэтому я иногда гонки не смотрю, потому что чисто вот из-за того, что я просто не выдерживаю. А потом смотрю их лучше в записи, когда уже знаю, когда какой-то есть. Но вот, конечно, эстафету мы смотрели в прямом эфире, да? Мы же очень переживали, поэтому я и убегала, и прибегала. Николай Евгеньевич сидел так, мне всё время говорил, ну ты уже сядь, я говорю, я уже не могу. Вот так, ну очень тяжело. Двойные эмоции. Ну, Олимпиаду лучше смотреть по телевизору, чем находиться именно там, в Олимпийской деревне, потому что это Олимпиады, это совсем другие психологические эмоции, психологический настрой, психологическая атмосфера, очень тяжёлая в Олимпийской деревне. Спортсмены из разных команд, которые, в принципе, знают друг друга, у них совсем другие отношения друг к другу, те, что бывают на чемпионатах мира, на этапах Кубка мира. Очень сильное давление на спортсменов со стороны, не только тренеров, находящихся там, но и представителей, именно руководящих делегаций. То есть, очень большой идёт прессинг со всех сторон, то есть, лучше находиться именно по ту сторону экрана, чем там. 2 марта в первенстве области в детско-юнишеской баскетбольной лиге наши ребята 2002 года рождения смогли дважды одолеть своих соперников. Сначала Дюшикар одолели Дюс-Дюжинск 68-52, а потом и команду Триумф из Володарска со счётом 74-47. Продолжаются игры, плей-офф в чемпионате ВХЛ. Команда ХК Саров одолев 28 февраля Красноярский Сокол на домашнем льду со счётом 6-1, 3 марта в гостях уступила хоккеистам и Соколы со счётом 4-1. И ещё комиссия по определению лучших игроков признала лучшим защитником недели нашего игрока Виталия Тесленко. Его показатель полезности плюс 8 при 8 очках, заработанных в 11 встречах. 4 марта в Ледовом дворце состоялся первый для Саровской любительской команды матч плей-офф, первенство области по хоккею первой лиги. Лидер предварительного этапа турнира ХК Саров Инвест сразился с занявшим в регулярном первенстве предпоследнюю строчку турнирной таблицы ХК Арзамас. Уже в первом периоде наши ребята забросили 10 шай. Во втором игровом отрезке стало ясно, что у гостей нет ни единого шанса отыграться. Команды ушли на перерыв со счётом 17-0. В третьем периоде саровские болельщики встретили аплодисментами 2 гола Арзамасцев, а за минуту до окончания игры ХК Саров Инвест забили в вороты соперников контрольную шайбу. Исход встречи 18-2. Праздничные выходные. Можно не просто отдохнуть от работы, но и сделать себя крепче и здоровее. Для любителей горнолыжного спорта работает гора глубокая. Прокат, подъёмник и свежий воздух в наличии. Продолжает работать и лыжная база. Есть прокат ватрушек и лыжного инвентаря, специально оборудованные трассы и освещение, которое работает до 8 вечера. Прекрасное место для семейного отдыха. Ещё одно место, прекрасно подходящее для активного отдыха всей семьёй или с друзьями, это, конечно же, каток. Прокатиться на негоньках можно на самом большом катке в ПФО на стадионе Икар. Все выходные он работает с 11 утра и до 8 вечера. На этом всё. Актуальные спортивные новости нашего города смотрите в программе «Дополнительное время». Всем побед! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!